Здравствуй, YouTube! Начинаем уже полномасштабные тесты, которые будут проводиться практически с каждым ножом, который будет попадать мне в руки, из тех, которые либо по обзору, либо по заточке, до заточки с согласованием, естественно, с хозяином ножа. Что будет происходить? Я сначала думал, что же резать, как же быть и на что же ориентироваться. Мне не нравились стандартные вещи, которые есть. Я не очень разделяю картон и так далее, тем более он должен быть вовремя одинаковый. Поэтому я долго думал и решил, даже несколько тестовых видео снял. Не знаю, увидите вы их или нет. Может, да, любопытство ради для вас выложу. В общем, короче, я резал провода. Резал провода, витую пару, бамбуковую палочку и так далее и тому подобное. Но дело в том, что пока это все порежешь, пока это все сделаешь, от руки уже ничего не остается. И толком совершенно непонятно, в какой момент, как чего делать. Ну, короче, чтобы поконкретнее. Я решил сделать следующее. Я решил сделать тестовый материал самому, комплексно. Сделать композитный тестовый материал. Я взял шланг, армированный шланг. Вначале это был от стиральной машины, сейчас это садовый армированный шланг. Туда внутрь я положил, запихнул три куска витой пары кабеля, то есть восьмижильной алюминиевой витой пары, бумагу, свернутую в трубочку, и еще туда же бамбуковую палочку. Сейчас я подойду и покажу вам, это будет правильно. Вот так вот это выглядит. Значит, ну и, соответственно, ну и, соответственно, надо резать. Надо резать, опять-таки, на чем я тоже какое-то время думал. Сейчас я хочу попробовать просто на какой-то банальной деревяшке, на березе, кусочке березы. Значит, каким ножом резать? Какой нож будет открывать, скажем так, тесты? Значит, ну, чтобы получить какую-то отправную точку и не быть обвиненным в том, что я буду резать чем угодно, кроме своих ножей, я взял свой любимый нож Bench Medarese. Я не думаю, что его сталь не справится с этим. И более того, очень редко, когда какая-то сталь будет не справляться с этим. Почему? Потому что, ну, алюминиевые тонкие жилы, армированная резиновая труба и бамбуковая палочка – это не что-то сверхъестественное. Но если какая-то сталь не справится с этим заданием, то это будет говорить о ней как очень посредственной стали и посредственной ее термообработке. Это первое. Второе. Эта штука очень универсально помогает прочувствовать рез. Каждый раз это будет один и тот же шланг. Я его купил с большим запасом. Это будет одна и та же витая пара, и это будет один и тот же состав внутри трубки. Поэтому можно будет огромное количество ножей сравнивать друг с другом. И я буду оценивать субъективно рез. Может быть, впоследствии через 5 тестов, 10 тестов получится выставлять какие-то баллы, тоже субъективные, но уже баллы. Посмотрим. Я буду субъективно оценивать рез и рассказывать вам ощущения. Кроме того, значит, у меня не зря одна рука без перчатки, а одна в перчатке. Я хочу резать рукой без перчатки, чтобы понимать ощущение, насколько нож травмирует рукоятью руку тогда, когда тяжело что-то резать, когда режешь что-то очень с трудом, с большим нажимом и так далее. Резать это будет очень тяжело, поэтому ни о каких-то 10, 20, 15 пятаках речи не идет. Я думаю, что либо я отрежу раза 3, либо 5. Посмотрим. То есть, речь здесь идет не о том, что сядет РК или нет. Если она будет садиться, она сядет сразу. А о том еще, что с рукой будет и как будут ощущения от реза, от агрессивности реза. В принципе, да, зависящие от стали и геометрии. И от того, насколько легко держать нож, насколько он контролируется и так далее. Начнем. Пошел первый рез. Отрезалось. Ну, кстати, я ожидал, честно говоря, что будет тяжелее. Пошел следующий пятачок. Когда режешь, прям чувствуешь, что вот пошел провод, вот пошла бамбуковая палочка и так далее. Надо сказать, что больше всего проблем вызывает именно бамбуковая палочка. Значит, она тоже будет каждый раз одна и та же. У меня их большой запас одинаковых. Вот три реза совершено. Сейчас я вам все покажу. Итак. Вот так выглядит срез. Вот она бамбуковая палочка. Там бумажка. И сам шланг. Значит, на ноже никаких замятий и повреждений нет. Абсолютно. Давайте порежем бумажку и убедимся в этом. Кстати, с рукой происходит вот такая картина. То есть, в принципе, тяжело, конечно. Достаточно тяжело. Но он режет. Это уже хорошо. Так, бумажка. Вот на эти затыки не обращайте внимания, потому что этот нож далеко не свежезаточенный и даже, я бы сказал, давно заточен. Вот. Режет он нормально. У него равномерное небольшое затупление есть, которое и изначально было тоже. Думаю, кстати, у меня отсырело. Вот. Нет, нет, никаких повреждений нет. Просто он далеко не свежезаточенный. Ну что ж, орех справился. Теперь давайте другие ножи попробуем.